Творческий путь практически всех профессиональных музыкантов, вокалистов и исполнителей начинается в стенах музыкальной школы. Сюда со всем крохами их приводят родители для того, чтобы они изучали ноты, гаммы и аккорды. Время пролетает незаметно. Кто-то впоследствии вносит музыкальные науки в список хобби, а кто-то продолжает обучение в профильных, среднеспециальных и высших учебных заведениях и теперь сам готовится стать педагогом. Специально для них ежегодно проводятся открытые диалоги по вопросам трудоустройства, социальным гарантиям и правам молодых специалистов. Сложившаяся у нас практика, ежегодные встречи с будущими выпускниками для того, чтобы разъяснить им их права и обязанности, объяснить процедуру распределения, порядок трудоустройства их на первом рабочем месте, какие им должны быть сделаны выплаты, то есть все права, социальные гарантии, каким образом наниматель должен содействовать в обеспечении молодых специалистов жильем, вот в таком плане. Социальные гарантии и льготы, первое рабочее место – распределение и съем жилья. Список обсуждаемых вопросов оказался довольно широким. Наиболее актуальной по-прежнему остается тема продолжения учебы в вузах других стран – Польши и России. Профсоюзы над этим вопросом поработали основательно и сегодня дают точечные конкретные комментарии. Много вопросов поступает в части того, что молодые люди стараются повысить свою квалификацию, продолжить учебу в учебных заведениях России, Польши. То есть с этими вопросами у нас тоже есть некоторые проблемы. Поэтому эти вопросы мы стараемся им осветить, донести молодым специалистам, чтобы они знали, как себя вести на первом рабочем месте. Однако и ситуации такие единичные. Как правило, молодые музыканты отдают предпочтение белорусским вузам. Обучение на высоком уровне, при этом цена его более доступная и домой ездить не так далеко. Честно, в Минск. Это доступно, это хорошая подготовка, это пять лет еще с музыкой связаны, это интересно. Ну, в общем, Минск. Востребованность в кадрах в сфере творчества есть. Есть и перспектива в распределении. Право на получение первого рабочего места соблюдается. Будучи молодыми, многие с удовольствием приходят в эту профессию и остаются в ней на долгие годы. Нравится работать как с детками, так и со взрослыми, преподавать. То есть нам привили такое желание. Мы сейчас работаем также с детками, они приходят к нам сюда в колледж. Как с младшими, так и немножко постарше. У нас практика проходит. То есть нам нравится. Мы имеем заявки по всем специальностям на 56 человек, которые выпускаются у нас в 2017 году. Специальности это дирижирование, фортепиано, струнные, смычковые, народные, духовые инструменты. И представители пения вокального, это академическое пение и эстрадное пение. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.